Давайте поговорим, какие системы защиты встроены в наш организм. Вспомните, когда вы случайно порезали палец, первое, что вы делаете, и делаете это всегда, вы смотрите. И в момент, когда вы смотрите на зону повреждения, на 2-3 секунды вы чувствуете уменьшение боли. Через 3 секунды зона боли, она разливается по пальцу и становится такой тупой. Как это работает? У нас, когда мы смотрим, срабатывает нормальный тракт болевой. И в головном мозге есть, скажем так, я всегда пациентам говорю, бочонок с опиоидом, с наркотиком, который сразу вырабатывается. Его хватает количества на 2-3 секунды. Это тот наркотик, который вводят при повреждениях, он снимает боль. Это первая линия защиты. Вторая линия, вы, конечно, придавливаете зону травмы, либо растираетесь, это просто ушиб. А для чего это необходимо? На уровне спинного мозга есть, скажем так, синапс, как реле. Когда запускается поток кожной чувствительности с зоны травмы, то на уровне спинного мозга происходит торможение потока болевого. И в мозг приходит информация в меньшем объеме, и пациенту тоже становится легче. Ну и дальше, конечно, вы обращаетесь за помощью и стараетесь минимально нагружать этот сегмент конечностей, и дать возможность ему восстановиться. Это системы, которые работают нормально. Так вот, предположим, что в какой-то момент повреждения нервная система не смогла снять сигнал с этого датчика. В норме выглядит так. Вы несете сумку, рука устала, вы переложили сумку в другую руку, и через 5 секунд рука отдохнула. То есть сигнал с рецептора, расположенного в мышце, вырос, нагрузка ушла, он опустился. Вы долго едете в машине и сидите за рулем, и у вас затекают ягодицы. Вы встали, походили, в момент, когда вы ехали, сигнал вырос, давление, это рецептор почини, вы походили, сигнал снизился. Это норма. Что будет, когда в момент травмы сигнал вырос, и он не опустился? Это говорит о том, что этот датчик продолжает в мозг давать информацию, ну как будто вы продолжаете ехать в машине, а вы уже ходите. Это неправильный сигнал. И мозг, конечно, этот сигнал не сможет его игнорировать, он будет автоматически реагировать на него. Он будет выключать мышцы, скажем, если это зона оперативного воздействия на животе, пациент будет как бы отдергиваться этой зоной. Вы, возможно, не увидите это в чистом виде, но будет слабость мышц одних, гипертонус напряжения, мышц других. Если это, например, стоматология, то, смотрите, я дергиваюсь этой зоной, у меня здесь будут мышцы слабые, а вот по задней поверхности слева мышцы будут напряженные. И пациент, конечно, будет ходить, чувствовать напряжение в этой зоне, и первое, что он будет делать, он будет разминать эту зону. На какое-то время будет давать эффект, но самый оптимальный вариант – найти тот рецептор, датчик, который расположен в зоне удаленного зуба, найти определенный компонент, который нужен для лечения, разгадать этот ребус, и воспроизвести тот файл, который получила нервная система в момент повреждения. И поскольку с этой зоны, используя метод PDTR, мы снижаем сигнал, мозг выравнивает шею, и напряжение шеи сразу уходит. Это самый оптимальный вариант лечения.